так ну тут у меня вот в этом месте батарейка закончилась вот я проходил по ним вот кстати покрытие здесь железное это железные плиты я не знаю готовились ли они специально под этот памятник или это может быть какие-то аэродромные плиты все площадка ими покрыта таких таких больше я нигде не видел поэтому я не знаю с чем идентифицировать может быть действительно какие-то аэродромные такие вот пластины вот я закончил вот на одном из списков но плохо видно из-за того что тут неудачная подборка цветов вот и вот последняя стела вот это ты-то архитектор тронин е.п. это храм рождества богородиц вот сейчас я его обойду и мы выйдем на улицу маршала авиации новикова пройдемся по ней фотография сейчас не делаю вполне осознанно потому что фотографии плохие получится но и видео даже не знаю хорошие ли при таком закате фотографии точно будет неважно вот улица киевская вот этот здесь начинается улица великолупская ту которой я тоже сегодня с тем ролик вот храм сейчас освещен почти полностью заходящим солнцем вот ну солнце оттуда бьет улица киевская туда уходит а вот это вот улица маршала но это вот по ней еще пройдемся нас я зайду на ту сторону вот храм немецкая кирк естественно бывшие вот здесь бомбоубежище которое я тоже неоднократно снимался вот можно чуть повторить вот этот вход закрыт и бомбоубежище всего еще можно использовать вот один вход а вот там вот дальше другой такой блок там такой торчит это второй вход бомбоубежище но а сама она вот находится вот под этими липами внутри на какой глубине я не знаю на разных глубинах пройдемся по улице маршала новикова маршал авиации это армия если я не ошибаюсь участвовала в штурме кенигсберга но эту улицу я тоже уже снимал неоднократно сужая но вот каждый год она все что-то меняется что-то где-то подкрасят что-то где-то снесут что-то где-то построить наоборот вот так вот храм выглядит сзади сбоку вот это вот тоже домик немецкий тут какое-то лечебное заведение находится вот вообще написано дом жилой 1910 год 1910 год 1910 года в калининграде очень много домов вот тут видим какой-то бум строительный был видимо 1910 году ну вот как раз германия вооружалась перед войной подъем какой-то был экономических вот но вот вот эта улица практически вся состоит из немецких домов вот это вот здание техникума я не помню какого-то технического вроде бы как или диспансера посмотрим вот этот техникум точно вот это по моему учебное заведение учебный корпус они тоже это здание техникум там вот во дворе там спортивная площадка на но я туда не пойду сейчас мы его заснимем это здание но такое достаточно симпатичное здание вот этого технику в общем даже солидное но опять же но так он находится полу запущенном состоянии после как он темно темновато не отремонтировано до конца он там сверху кирпичи торчат посадка так как обрушается он там сейчас посмотрим что это за колледж вот немецкий дом такой типовой трехэтажный но опять же высокие потолки здесь высокие вот сейчас посмотрим что здесь было памятная доска прицеплена это уже хорошо так здание народная школа имени фридриха шиллера 1910 год вот а сейчас прибалтийский судостроительный технику ночью тоже правильно на заводе янтарь клюпают кадры его наверное вот чина вот я знаю что техникум судостроительный вот первый раз читаю вывеску до этого не было написано на счет судостроительности до строительной направленности скажем так тоже надо сейчас этих специалистов меньше меньше становится их никто не готовил а завод янтарь один из крупнейших военных судостроительных заводов в нашей россии естественно вот так вот немецкий домик тут вот такой уголочек детский организован красиво красиво айски гномики медвежата жираф и даже обезьяна там вон висит на дереве это вообще вот дом какой классный библиотека имени пушкина судя по барельефу посмотрим маршала новикова 12 тоже патичный дом до библиотека имени со сергеевича пушкина хорошо очень классно что здесь библиотека что домик установили тоже немецкий дом вот техникум так вот издалека смотрится опять же из-за пятен солнечных может он не очень четко прорисовывать но тем не менее вот теперь будем идти смотреть в основном немецкие дома вот что меня только радует вот правда не всегда радует кому не состоянии хоздвор что там такое и кот бездомный выгорит ну там это там за забором где далеко не видно вот тут видимо дом стоял но я надеюсь что я этот дом заснял свое время вот теперь здесь дома уже нету больше это надо поднимать свои фотографии архивы вот когда снимаешь видео тут это лучше заметно что дом это объект а вот когда вот идешь непрерывно ты видишь вот там система целая куча домиков дальше там идет улица беговая которую я вот что говоря снимал самом начале своего приезда ну да вот такой пустырь дом наверняка стоял значит где-то он остался у меня скорее всего моих фото архивах или видео архивах вот надо снимать все надо потому что снимать не будешь то потом что картина древности не установится насчет того кому это надо ну кому надо кому надо мне так надо для интерес вот тоже тут начали строить и там на той стороне вот видно что там строят дома это туда выход на улицу летнюю я с той стороны снимал что здесь квартал жилых домов ну вот то есть вот этот пустырю тоже скоро придет конец вот можно так подойти только и заснять этот район с точки зрения того что здесь скоро место полностью видоизмениться вот так вот оно точно видоизмениться ну как схема здесь вот очередной район который схему потом надо будет как-нибудь рассматривать пока я не совсем ее могу рассмотреть ну вот так вот это выглядит значит скоро здесь будет город сад я ничего смотрю как строить хорошо не буду хорошо я ухожу ухожу вот тут всегда выскакивают люди спрашивают нельзя смотреть но посмотрел и заснял и его заснял тоже то есть сам факт выскакивания охраны бдительной это уже хорошо вот я с ними не спорил там объясняться типа чё нельзя там а почему нельзя это бесполезно потому что у них руководством свои задачи поставлены типа никого не пускать фотографировать не разрешать вот и ходят там к этому противоречит там или несоответствуем каким-то законам российского не руководствуется инструкциями начальника они конституции там вот неоднократно меня вот так вот остановлю о какой дом классный сиренев фасад нижний этаж такой с большими окнами значит наверно что-то было такое глобальное там что такое московское отделение что не видно что это московской калининградская областная организация инвалидов а ну понятно в 1954 год а может даже немцы строили плены архитектура их вот как классно отреставрирован когда снимаешь такие вещи вот иногда не вот так вот как сейчас когда остается только одна охрана а когда там какие-то руководители стройки прорабы находятся тоже как правило вот я говорю где-то из десяти случаев где 8 подходят спрашивают зачем вот не гоняет чего спрашивают вот боятся что ну может быть из какого-нибудь средства массовой информации вот рядом для того чтобы там уличить там в каких-то махинациях там или показать конь стоп сшибательный репортаж по телевизору а потом им прокуратура там будет руки выкручивать вот поэтому бдительность охраны в общем-то понятно в этом плане подальше от прессы журналистов всяких там мужиков очкасток с фотоаппаратами маловый то за снимет будет улыбаться а потом всех поснимает чертовой матери и посадят в тюрьму так вот жизнь такая вот она улица маршала новикова заканчивается и прошел практически всю от начала до конца даже чуть-чуть за воротом и вышел на улицу минусинскую вот ну пойду вы вправо искать направлении своего дома вот вот немецкий дом но вот фасад обгрызенный чуть-чуть вот когда его отремонтирует ну совсем другой какой-то вид ну вот вот вид вид другой ну никакой романтики а вот это романтик ну на мой взгляд почему ну потому что вырос среди таких домов и они мне таскать напоминает свое детство вот идем по улице минусинской частично я ее снимал уже но только там части касающейся новостройки дойду до перекрестка беговой и наверно остановлю видеосъемка так что здесь написано тут дома пока еще подписаны как дома улица маршала новикова но по сути вот это как бы идет улица минусинская тут все этот район новый который будет через через перекресток он он такой квадратного вида то есть это как квартал такой и все дома числится под именем улицы минусинской вот сейчас этот район будет виден из-за деревьев все выйду вот он там справа слева за перекресток вот но я его снимал поэтому я туда уже сейчас не пойду вот очень кожаный дворик какой симпатичный дворик а там что там такое я не знаю то ли там воинская часть фокс связи чтобы там какой-то армейский раньше было сейчас это полуразрушенный базар вот так вот эта улица беговая так вот я вот подумаю куда сейчас такие может быть идти мне дальше прямо или свернуть направо пока буду думать съемку пока остановлю вот тоже что примечательно тут укладка еще немецкая вот даже дырка железяка торчит это видимо тут пожарный кран торчал немецкий а что-нибудь в этом роде так вот старина торчит изо всех углов ну и дома беговой по типичный хороший немецкий дом и это тоже